Итак, первый предмет. Что же достанешь ты? Ну ладно, забирай. Повезло. Ты права. Дорогой Дедушка Мороз, если ты не знал. Здравствуйте, дорогой Дедушка Мороз. Подари мне, пожалуйста, что-то... Всем привет! И вы на моем канале Алексия Афишал. И я рада, что вы с вами. И я тоже, друзья мои. Конечно же, сейчас уже пришла пора готовиться к Новому году. И первое, что нужно сделать, когда готовишься к Новому году, чтобы получить подарки... Написать письмо Деду Морозу! Именно. И поэтому сегодня у нас вот такой необычный DIY челлендж. Письмо Деду Морозу! Но так как у нас это не просто DIY видео, письмо Деду Морозу, а именно челлендж, мы создали специальные условия. Да-да, ребята, у нас есть те материалы, которые вы сейчас видите на нашем столе. Это общие материалы. Я могу брать оттуда, Алексия может брать отсюда. В общем, они общие. Но из этой нашей волшебной коробочки, каждый из нас сейчас выберет по три элемента декора, которые будет использовать для своего письма. Конверты и письма, как посчитают нужным. Так что, Алексия, закрывай глаза. Твоя очередь. Я думаю, да. Это первый предмет. Что же достанешь ты? Смотри, что же ей попадется. Вот такой милака! Ты смотри, посмотри. Какой красивый! Вот такой классный Дед Морозик ей попался на фетре. То есть это фетровый Деда Морозик. Смотри, что же попадется мне. Сильно не буду много-долго ловить. Вау, елочка! Ну, конечно, какой Новый год без елочки. Вот такая вот тоже фетровая елочка мне досталась. Следующая твоя очередь. Ты? Варежка! Смотри, какая! Ой, какая маленькая ты! Она очень подходит к твоему Дедушке. Но они, правда, здесь все, конечно, подходят. Ведь все же новогодние. В общем, вот такая вот мимишная, я бы сказала, варежка. Теперь досталась Олексия. Ну, теперь моя очередь. Ты-ду-ду-ду-ду-ду-ду! Ты что, Верчу, запутать хочу? Шапуля! Слушай, похоже на твою... А, у тебя просто Дедушка в такой Шапуле, а у меня просто Шапуля. Вот такая вот, да. Смотри. А, ну у тебя она другая. Ну, другая, но тоже Шапуля. Уже колпачок. Ну, и что еще... Мы сейчас вклосовали ее. Да? Ну, что, еще по одному предмету декора мы достаем. Ну, и что вытягивает Олексия? Олексия вытягивает... Красную снежинку! Вот такую вот снежиночку. Ну, а у меня остается... Да, у меня тут все красное, только один. Всего лишь один, поэтому... Ой, это мой снеговичок! Посмотрите! Он такой прикольный, да? У тебя тут уже что-то снежинка какая-то. Вот такой вот классный снеговичок мне достался. И я очень рада, и я, кажется, уже даже догадываюсь, куда я его использую. Ну, что? Я тоже догадываюсь. Начинаем нашу работу. Уберем наш волшебный домик. Крутой! Он нам крутейший. Ну, он нам еще пригодится на других каких-нибудь видосиках. Ну, а сейчас, что ж, приступаем. Беремся за работу. Вы, ребята, будете оценивать, чье письмо и конверт вам понравился больше. И, конечно же, пишите в комментариях, что же вам понравилось, чей же конверт и письмо вам понравились больше. Какое бы вы хотели повторить. Может быть, у вас даже получится это повторить. Так что ждем в ваших комментариях, кто победит в этом челлендже. Ну, да, ну, а я знаю, что я хочу начать с письма, но я не знаю, чем могу писать. Для конверта я решила взять вот такую вот крафтовую бумагу. Но, на самом деле, подойдет любая другая бумага, какую вы захотите. Так что я бы взял вот из такой. Алексей, наверное, тоже, да? Да. Он тоже другого не будет. Да, мы решили сделать из такой вот бумаги. Итак, я замерила, решила, что письмо должно сюда помещаться. В общем, просто согнула бумагу. Сейчас здесь подрежу вот так вот уголочки, чтобы было похоже на конверт. Ну, а здесь, конечно же, просто-напросто склею, чтобы сюда можно было вложить письмо. Я думаю, ты уже давным-давно придумала, что ему загадать, да? Наверняка. Алексей с лета думает, что бы загадать Деду Морозу по новой год. Да, может, даже и с весны. Да, может, уже даже и с весны. Это точно. Так, ну что же мне такую какую-то красоту есть? А, что у нас из общего, кстати? Кстати, мы не показали, ребята, у нас из общего декора здесь есть. Ходи мне оставь. Вот такие вот, конечно, для нас ловить. Вот такие вот снежинки. А вот это для кого-то одного мне как-то придет. Почему? Мы с тобой можем разделить, тебе какой-то. Там одна, там одна вместе. Ага, они вместе? Ну давай, кому тогда? Давай на камеру нажмите-бумага, ну давай. Су-е-фа. Ну мне кажется, лучше мне, потому что у тебя увесело. А, да, кстати, у меня жужжи. Ну ладно, забирай. Повезу. Ты правой. У тебя есть пара. Ну да. Хочешь и жужба? Почему? Я вам расскажу, что она сейчас. Расскажешь? Ну давай, рассказывай. Здравствуй, дорогой детишка Моро. Смотри, прием. Здравствуй, дорогой детишка Моро. Подари мне, пожалуйста, бальзиков синие коптер и белых штанах 25 см. Мини-конселярию и рюкзак для бальзика 25 см. Что же я беру? Рюкзак 25 см? Для бальзика 25 см. А, для бальзика 25 см. Видите, какие подробности. Так, больше не знаю, что. Больше не знаю, что. Но я еще хочу какую-то одежду для бальзика. Не пиши, одежду для бальзика. В общем, у Алексея все пожелания Меда Мороза связаны с бальзиками. Короче, у нас сейчас новая мания. Лолоши у нас уже все куклы Лолоши где-то там. Сейчас у нас уже новая. Мания. И это бабасики. Бабасики. Какие бабасики. Это не бабайки. Вот такая вот история. Феля, так. Какие бабайки? Так, делаем по наверху. О, как красивее. Да, я так... Ой, Анна, как-то лучше на другой стороне клеить. Ну, это ты будешь делать как тебе кажется, а я уже... Это мое, это... О, подожди. Не жадничай. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Недавно. Раз. Так. А то я думала, стоит с тобой. Так. Моя мама нещедрая. Так, мама нещедрая? Ты совсем нещедрая мама. У нее жадина у меня. А я знаю, что она закажет. Просто жадина. Я знаю, что она закажет. Мои секреты. Пожалуйста, не разгадывай. Если я решу, я сама всем расскажу. Но я не уверена. Не надо. Не надо. Так, мои секреты. Так, я нанесла клей. Обычный клей ПВА. Теперь я все это благополучно хочу размазать. Для того, чтобы просто в беспорядочном таком, фаотичном порядке. А в сне, где ты не хочешь? Снежок припорошить на свой конверток. Снизу не хочу. Хочу там, где хочу. Где не хочу, там не хочу. Вот такой вот колобурчик. Так, мамочка, тут снег. Мама, сейчас распределит. Да, да, да. Что, дорогая? Ух ты, да. Да тут хватит. Еще много, Алексей. Все волнуется, что ей снега не хватит. Хватит. Потому что ты декором сразу занялась. И все мне забирает. Все забираю. Дочке ничего не даю. Одним словом, жадина мама. Жадина мама. Неседрая мама. Неседрая вообще. Жадина, жадина. А как думаешь, переносить слово можно? Конечно. Просто мне кажется, что это будет не очень-то красиво. Честно вам признаюсь, даже если с ошибками напишите, Деду Морозу все равно понравится. Ведь ему главное ваше внимание и доброта. Да. Кстати, ребята, напишите, пожалуйста, вы верите в чудеса? Вот мы, например, с Алексией точно верили в чудеса. Я очень верю. Потому что мы считаем, что... Я сто феи уже перепробовала. Сто феи наперебовала. Все приносили. Все приносили. Вот. И мы тоже верим с Алексией. Даже я верю, что если верить в чудеса, то обязательно чудеса сбываются. Но тем более под Новый год. Поэтому, друзья мои, обязательно нужно писать письмо Деду Морозу. Обязательно загадывать все, что вы желаете. И это все обязательно сбудется. Сто процентов вам говорю. Приклеила на двусторонний скотч уже свою елочку. Видите, у меня такие сугробики. Вот на скотч. Сейчас я хочу приклеить снеговичка. Ну и писать, конечно же, Деду Морозу писать. Ну а я уже письмо начинаю декорнировать. Ты решила, что будешь делать? Нет. Ну давай, Голуби. Хочешь в Ледине нарисовать? Ну да, кстати, Новый год действительно ассоциируется всегда со сладостями. Так что отличная идея. Ну что, пишем под Ксении. Машку, кстати, ютубера. Ютубер у нас ты, мама только помогает. Я сначала карандашом наметила вот это вот все, а потом просто клеем вот эти вот полоски нанесла и сверху посыпала блестками. И сейчас я... Лишнее сбросила, да? Да, сбросила лишнее. Сейчас я буду делать то же самое с серебряными. То есть получилась практически такая же техника, как я делала снежок. Ну а я наклеила двусторонний скотч, сейчас сниму основу и будем клеить немножечко. Ребята, конечно же, не у всех есть вот такие вот декоры. Не везде они продаются, не в каждом магазине, не в каждом даже городе, я бы сказала. Поэтому, конечно же, все эти штучки вы можете либо сделать из фетра, либо даже просто из цветной бумаги. Можно даже просто из ткани. То есть побырезать такие вот аппликации и тоже наклеивать точно так же на конверт. А я сейчас нанесла сюда двусторонний скотч и, собственно говоря, приклеиваю. Та-да-да-дам! Все. Мам, я хочу, чтобы я вбросить о помощи. Конечно, что ты хотела? Ой, как красиво! Ты хочешь стряхнуть? Стряхнуть лишнее. Хорошо. Здесь. Оп. Оп. У снеговичков же ножки, ручки, как палочки, поэтому вот так вот я нарисовала просто фломастером ему туловище. Я хочу еще наклеить снежиночки теперь вот так вот по конвертику. И, в общем-то, с конвертиком у меня, мне кажется, все. Красота какая! Ребята, как вам письмо? Ну что, начинаю делать конвертик? Да. Так, Алексею уже готово письмо, у меня конвертик. Ну что, продолжаем. Этап номер два. У Алексеи теперь, наоборот, конвертик, а у меня, наоборот, письмо. Я делаю такой же снежок, как у мамы. Вот уже приклеила клей. Нелогично. Приклеила клей. Ну да, масло масляное. Но ничего. Почему она делает такой же снежок, как у меня? Правильно поняла? Так. Ну а я наклеиваю... Только я еще блестками посыплю. Колпачок. И, конечно же, наверное, вы уже угадали. Да-да-да, я хочу прерисовать и самого Деда Морозика здесь. Такая идея. То есть я хочу сделать смартфон. А-а-а! О-о-о-о! Бывает и такое! Ха-ха-ха! Ну ладно, ладно. О! Так лучше? Пусть будет, как он есть. И вот так у меня получилось. Вау, как красиво у тебя получилось. Басик, тебе нравится? Я, мне не хочу. Думаю, Басику очень нравится. Тебе мой в восторге. А можно я у тебя возьму? Потяга, помочь. Да, можно. Честно вам скажу, само письмо я писать сейчас не буду. Это я решила оставить секретиком. Что же я там напишу? Покажи сейчас. Я написала, дорогой Дедушка Мороз. Потом я само письмо здесь напишу. Ну и сейчас, может быть, здесь тоже чего-нибудь нарисую, чтобы было красиво, приятно, чтобы было не хуже, чем у тебя. Я тоже хочу от вас, ребята, в комментариях лайк. И хочу от вас, чтобы писали, у Ксении тоже хорошо получилось. Я на клей, да, сейчас буду засыпать синие блесточки. Ну что, убрали все лишнее. Посмотрите, как красиво, реально очень красиво получилось. Спасибо, дорогая, за комплимент. Я думаю, ребятам тоже нравится. Ну а я тут уже тем временем приклеиваю. Юлочка. О, Алексей, скибеди настроение. Новогоднее скибеди настроение. Скибеди лопа-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па. Так. В общем, здесь я напишу черным фломастером, какие у меня будут пожелания. В общем, красиво как-то напишу. Это пока секрет. На самом деле, не потому, что это секрет, если честно, а просто потому, что я еще не решила, что же просить в Деда Мороза. Придумаю и напишу. Ой, ребята, как тут красиво дело у Алексея обстоит. Так, я им покажу. Какая она молодец. Она догадалась нашей елочке заснежить снежочком. Я надеюсь, вам видно. Вот, видите, она наклеила туда клей и снежочком посыпала. Очень миленько получается. Давай, продолжай. Как-то ты задерживаешься, Эльича. Ну, мне просто очень нравятся творческие дела, поэтому я пытаюсь их продлить. Продлить удовольствие? Да. Ну, Алексей действительно вот самого-самого своего мальства просто обожает мальства. Да, это когда маленькие совсем детки, она просто обожает творить. У меня куча фотографий, где она что-нибудь делает такое интересное. Когда она самая прям совсем крошка была, все равно что-то делала, все время клеила, вырезала, рисовала. В общем, по сей день у нее это самое любимое занятие. Наверное, вырутишь какие-нибудь дизайнеры, нет? Ну, да. Друзья мои, вы обязательно-обязательно делайте что-то подобное, чтобы чудеса в ваш дом тоже приходили. Верьте в чудеса. И самое главное, все вот такие занятия, они так интересны. Я вам очень-очень рекомендую всем сделать какие-то такие для Нового года очень красивые штуки. Вот такой у меня получается конвертик будет. И в нем будет лежать вот такое письмо. Ну, Алексей, показывай свое чудо. У меня вот такое вот письмо. У нас все немножко сыпется, но оно, конечно, все обсыпется и уже потом больше не будет сыпаться. Так, показывай. Письмо и конвертик. Ну что, друзья мои, оценивайте, пишите в ваших комментариях, что вам понравилось больше. Мы, конечно, обе будем рады вашим комментариям и вашим оценкам. И да, друзья мои, конечно же, это только начало новогодних видео на нашем канале. Следующее видео мы обязательно будем украшать наш дом, украшать елку. Обязательно посмотрите, это будет очень красиво. Это наше любимое занятие с Алексией. Мы просто обожаем это делать. Так что мы тоже покажем. Не пропустите это видео тоже. Ну что, все, наверное, на сегодня? Ну, сегодня, наверное... Нет! Я хочу сделать сзади вот такую вот печать. А, ты хочешь еще все-таки запаковать свою письмо? Ну, в принципе, у Алексея оно готово. Давайте дальше сильно посмотрим. У меня есть вот такая вот печатка, где я ее отпечатываю. Печать поставит настоящую, как будто бы почтовую печать. Вот круто, отличная идея. Давай. Конвертик. Похоже, правда, на настоящий почтовый сургуш, на настоящую почтовую печать. Класс! Вообще, мне нравится. Деду Морозу, конечно же, должна быть какая-то волшебная печать, необычная почтовая печать. Давай снежинку. Конечно. Просто накладываем снежиночку. Оп-ля! Она прекрасно сюда приклеилась. Вот такая вот. То есть у нее получилось, что с двух сторон очень красиво украшен конвертик. Осталось его только положить под елочку. Да! И Дед Мороз его заберет! И принесет нам подарочки! Ну что, друзья мои, а конвертик мы вместе с вами положим под нашу елочку, когда мы ее украсим. Да. В новом видео. Так что до новых встреч в новом видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok